Привет, я Дима. Если вы смотрите этот ролик, значит не отстаете от жизни и всегда будете в курсе последних новостей в сфере IT и VR. Оставайтесь со мной и вы узнаете много всего нового, а именно как выиграть HTC Vive силой мысли, какую игру для Соньки ждет каждый японец и почему Google на этой неделе в топе всех новостей. Google сейчас купается в лучах внимания и славы, а все потому, что наконец явило миру собственные виртуальные очки Google Daydream. В переводе день мечты, прям название ликера какое-то. Устройство презентовали на конференции в Сан-Франциско. Виртуальные очки Daydream View совместимы с большинством смартфонов, но лучше всего подходят к новым телефонам от Google Pixel и Pixel XL. Очки будут стоить в районе 150 долларов и по сути ничем не отличаются от обычных виртуальных очков для смартфонов, разве что дизайном. Они почему-то обтянуты тканью и чем-то напоминают фуфайку. Правда, судя по презентации компании, у очков есть еще одна функция – они сносят пользователям башню. О, это просто невероятно. Как тут красиво. Вот так фейл. Зато очки и горе-разработчик попали на все юмористические шоу Америки. Одним словом, презентация удалась. Для Google очков, кстати, уже есть собственная платформа с играми и приложениями. Их более сотни, но лично я не смог пройти мимо игры Need for Speed. Специально для Google Daydream ее сделали виртуальной. Думаю, не стоит объяснять, но на всякий случай скажу – Need for Speed – это настоящая игра-легенда. Она считается самой успешной серией гоночных игр в мире. И вот, наконец, Need for Speed получила VR-адаптацию. Причем, специально для очков от Google выходит новая часть Need for Speed No Limits. Скачать игрушку можно будет на платформе Daydream и оторваться по полной, как в старые добрые времена. Пока все обсуждают новые очки от Google и разные плюшки к ним, создатели HTC Vive не сидят на месте. Компания устроила конкурс. Главный приз – собственно, шлем HTC Vive. Компания предложила пользователям самим придумать идеальный контроллер или аксессуар для гаджета. Так что, если у вас есть идея, паяльник и руки из плеч – можете принять участие. Конкурс объявили на портале VivePort. Идею контроллера мечты можно присылать на VivePort Community до 30 октября. Побеждает тот, чья идея либо уже готовый гаджет наберет наибольшее количество голосов. Это могут быть перчатки, пистолеты и любые мелочи к шлему. Может кто-нибудь наконец придумает самонадевающиеся шнурки для джойстиков. Очень надо. HTC Vive вообще особенно тепло относится к разработчикам из народа. Вот и сейчас инди-проект получил поддержку шлема. С помощью него вы можете побывать в Припяти без риска облучиться. Студия Farm51 создала VR Project 30-летию Чернобыльской катастрофы. Разработчики почти год трудились над своим детищем и привлекали к созданию настоящих сталкеров. Чернобыль VR Project можно найти в Steam за 349 рублей. Чернобыль VR – это что-то среднее между игрой и документальным фильмом. Благодаря приложению вы сможете лично побывать в Припяти и увидеть все, что осталось после катастрофы. Такую экскурсию в реале вам никогда не проведут за любые деньги. Приложение также получило поддержку и для Oculus Rift. Кстати, этот проект недавно показывали в музее Киева, как единственный в мире самый подробный документальный фильм о Чернобыле. Радует поклонников, особенно японцев, виртуальная версия PlayStation. 13 октября для консолей выходит игра с самой популярной певицей – Хатсуны Мико. Сейчас расскажу, кто это такая. Хатсуны Мико – это первая певица в мире, которая не ест, не пьет, гонорар не просит и не устраивает истерик. А все потому, что она голограмма. Хатсуны дает концерты, записывает альбомы, а теперь еще будет подрабатывать в виртуальной игре. Она называется Хатсуны Мико VR Future Life. В ней игрок не только оказывается на концерте певицы, но и может сам заказывать песни и даже выступать вместе с ней. В общем, отличная экономия на билетах. Опустеют и караоке-бары, ведь песни Хатсуны тут самые популярные среди клиентов. Кстати, японцы хотят сделать из виртуальной певицы реальную, то есть робота. Но пока ей сделали только поющий рот. Жесть какая-то. Надеюсь, они все-таки остановятся на голограмме. Пока искал эту новость, наткнулся еще на одну. Короче, американцы придумали робота-уборщика. Если у вас есть пьющие друзья, купите этого робота и пригласите их домой. Точно бросят пить, но начнут заикаться. Это неведомое нечто, похожее на собаку, скачет по дому и убирается. Может даже посуду в мойку закинуть и вынести мусор. Еще она любит танцевать и бегать по улицам за прохожими. Наверное. Обезвредить такую горничную могут только банановые корки. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайк, пишите комментарии, смотрите выпуски и вам никогда не будет скучно. Всем пока. Привет, я Дима и всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok